Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на моём канале! Сегодня у нас видео про украшения, про винтажные украшения, которые я нашла в нашем секунде. Вот так выглядит подборка украшений, которые мы сегодня с вами будем рассматривать. И я надеюсь, что вам будет интересно, и я надеюсь, что вы получите удовольствие вместе со мной. Итак, друзья, давайте начнём рассматривать наши украшения. Все по очереди. Начнём с самых простеньких. Это такое колье, бусоколье. Остенькое такое, знаете, очень симпатичное, очень миленькое. Я не нашла здесь никаких маркировок на нём. Но, судя по обратной стороне, оно не очень новое. В общем, ну не то, что прям винтаж, сильный винтаж, но вот эти вот заклёпки, они как бы говорят о том, что сделано оно было ну 20 лет точно, а то и больше, наверное, 30 лет. Где-то, наверное, 70-е, 80-е годы. Как странно, правда, что 80-е годы это 30 лет назад. До сих пор, до сих пор это мысли как-то меня немножко пугает, когда я об этом думаю. Симпатичное такое, знаете, цветочки, бусинки. В общем, всё очень мило. Маркировок нету. Я искала вот здесь вот по краям, бывает. Цепочка немножко потемнела. Само колье, видите, само украшение довольно хорошо сохранилось. А цепочка немножко тёмненькая. Даже не знаю, как это может надо попробовать её почистить. Стоило оно, видите, 5,99-6 долларов. И здесь тоже нету никаких маркировок. Застёжка крючок. Простая такая, простой совершенно такой крючок. Очень такой дешёвый, я бы сказала, да. И здесь просто вот такой вот шарик. Не знаю, загадочное колье. В том смысле, что трудно мне сказать. Очень похоже на что-то такое, кора или вот что-то такое. Но не уверена, затрудняюсь сказать. Вот так оно выглядит. Поближе вам снимаю без моих рук, чтобы вам было удобнее рассмотреть. Вот такая брошь. Отдала за неё немного, 6 долларов. Очень красивые голубые кристаллы. И, в принципе, сама брошь сделана очень хорошо и качественно. Тоже не знаю про возраст. Сейчас сниму вот эту вот этикетку. И покажу вам её сзади. Маркировки искала, 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 искала. Но не нашла. Всё, мне казалось, что где-то они есть. Но нет, маркировочек нету. Видите, сделана очень качественно. Очень такая добротная, я бы сказала, брошь. И вот так вот она выглядит. Её передняя сторона. Миренькие такие цветочки. Хорошенькие такие, незабудки. Типа голубые, очень красивые кристаллы. Переливаются, блестят. И сам металл сделан хорошо. В общем, сюжет незатейливый. Такой букетик. Обычный довольно брошь. Обычный сюжет. Таких много брошей разных и всяких. Но очень мне она понравилась. Прекрасными кристаллами. Красивые камушки. И очень голубой, красивый цвет. Кристаллы стеклянные. Даже я со своим плохим слухом это слышу. Вот такие вот камушки. Следующая находка не привлекла бы абсолютно моего внимания. В общем, очень такие простые обычные серьги. И стоили они недорого всего лишь 4 доллара. Но я вам сейчас объясню, почему я их купила. Вы помните, если вы смотрели мое предыдущее видео, то я нашла такое же колье от Avon. Помните, в прошлом видео я вам показывала это колье. Здесь есть маркировка. Это, в принципе, NRT. Это, в принципе, Avon так маркировала свои изделия иногда. И зайдя через несколько дней в тот же самый магазин, я обнаружила вот такие вот серьги. Я бы их, конечно, просто так бы не купила, наверное. Потому что серьги-то сами не маркированы. И очень трудно понять, что это что-то такое хорошее. Выглядят они, в принципе, довольно неказисто. Но красиво вот этот камень центральный. Видите, обратная сторона вот такая вот. Такая же, как обратная сторона в кулоне. Сейчас я вам покажу их рядом. Но увидев, вспомнив про этот кулон, я, конечно, их взяла, потому что это, в принципе, получается комплект. А я очень люблю комплект. И я, конечно, не могла уйти, пройти мимо, чтобы не купить их. Вот так вот, видите, они выглядят вместе. Безусловно, это комплект. Вот. И очень мне нравится это вместе. Посмотрите, видите, обратная сторона здесь. Вот такая же характерная брошировка и на серьгах. То есть, понятно, что это одна и та же идея. Так странно, вы знаете, я или не заметила в тот раз, когда покупала этот кулон. Или их не было. Потому что, вы знаете, возможно, бывает так, что когда им приносят вот в этот секонд какие-то вещи, они их сортируют. И, может быть, вот кулон попал в какую-то, в одну сортировку, и его вывесили раньше, а серьги через несколько дней. Я не думаю, что я не заметила. Я бы заметила. Я очень внимательно всегда смотрю и рассматриваю. Тем более, что я уже, так сказать, цапнула этот кулончик. Я думаю, что серьги я бы обязательно увидела. Видимо, они появились в магазине попозже. Видимо, от одного хозяина. Но просто их позже вынесли в магазин, потому что, видимо, сортировали в разное время. Так, хотел вам показать вот такой набор, который стоил мне всего лишь 6 долларов. Как видите, он совершенно новый на подложке, оригинальный. Я нашла его в продаже. Это, в принципе, от компании Coach. Американский бренд. Довольно дорогой. Совсем не бюджетный. Я бы сказала, широко известны их сумки. Такие, ну, считается, что это не люкс, миддл-сегмент, но они довольно дорогие. И, видите, вот они делают украшения. Украшения они делают немного, но есть. И вот такая вот, такой вот набор. Серьги и кулон. Именно так набором это и продается. Я нашла в интернете их в продаже. Они стоили, выставлены были, по-моему, за 68 долларов. Там есть книжечка фирменная и мешочек. Так что эти, конечно, наверное, будут стоить дешевле, потому что они без всего этого. Только на фирменной подложке. Но, думаю, долларов за 50 их можно продать. Я купила, видите, вот я за 6 долларов. Абсолютно новые. Вот так вот еще запакована. Даже цепочка не раскрыта. И вот здесь вот, наверное, была цена оригинальная. Но заклеена она вот этим вот магазином, где я покупала. Видите, это Second Hand. Они так вот заклеили ее. Мне было бы очень интересно посмотреть, но, как бы, сколько они стоили в самом магазине Коуч. Потому что сколько их продают в ресейле, я нашла. Вот такой вот дизайн. Симпатичный кулончик. Нежные такие цветочки. Мне немножко странно, что это является комплектом, потому что они, как бы, совершенно не совпадают, не похожи ни по стилю, ни по... Ну, ни почему. Как бы здесь цветочек, здесь такой кулон с камушком. Не знаю, так странно, что они объединили это в комплект. Но это не объединили в комплект в Second Hand. Это, как бы, вот от компании Коуч. Вот так вот они были, продаются именно как комплект. Оригинально именно в таком вот виде. Дизайн вот этого кулона, кстати, содран тоже в компании Коуч. По-моему, в Булгаре есть, по-моему, такие вот кулоны известные тоже здесь. Видите, здесь написано Коуч на нем. А в Булгаре написано вот так по кругу Булгаре. Я, наверное, не буду его примерять, потому что я не хочу его распаковывать и снимать. Я, наверное, в какой-то момент, если решусь продавать что-то, я его продам. Честно говоря, это не совсем мой вкус. Я, как бы, не очень... Ну, как бы, я могу носить такие украшения, но у меня есть такие небольшие украшения. Симпатичные, маленькие, аккуратненькие. Я их ношу довольно редко. Предпочитаю большие, крупные, такие яркие, видные. Не совсем это мой вкус. Тем более, эти цветочки какие-то немножко детские, на мой взгляд. Или передарю кому-то, или продам. Поэтому я вот не буду его распаковывать, примерять, наверное, не буду. Следующее украшение невероятно необычное. Вот такой вот кулон. Очень смешной, прикольный. Вообще, у меня очень много слонов. Вот именно кулонов слонов, брошей слонов. Я не знаю, почему так получается, что мне попадаются вот именно украшения в виде слонов довольно часто. Ну, не купить я его не могла, потому что он такой интересный. Я думаю, что это, конечно, пластик. Ну, а что еще? Не козь же, на самом деле. Ну, да. И он очень необычный, очень смешной и очень прикольный. Очень аккуратно, красиво сделан. И это кулон. Слоник. Компании Эванс. Здесь есть маленький-маленькая, маленькая, крошечная. Вы, наверное, не увидите. Потому что здесь та же самая, тот же самая маркировка NRT, как в том кулоне, который я вам показала перед этим. Видите? Да, то есть это Эйвен. Ценили они его в 6 долларов. Ну, в принципе, нормальная цена для брендованной вещи. По нашим нынешним ценам, в наших секундах, это даже и недорого. Я думаю, что они даже не заметили, что у нее есть маркировка. В принципе, тот же, видите, цепочка такая же, как вот это предыдущее украшение, которое я вам показывала. Такая тоже черненая, того же цвета. Сделана в том же стиле даже, я бы сказала. Вернее, стиль другой, но тот же металл. Видите? Тоже такая же вот темная, темная такая цепочка, типа бронзовая. Обычная такая застежечка, удлинительная цепочка. А, кстати, вот здесь то же самое. Видите? Есть вот эта вот такая вот застежка. Класс. В предыдущем кулоне тоже есть. Я, по-моему, вам ее не показала. В принципе, ее можно отстегнуть и застегивать без нее. Ну, как бы я не знаю, что они так старались, чтобы можно было отстегнуть удлинительную цепочку. Ничего такого в ней нету. Даже если она висит, и вы ей не пользуетесь. В принципе, это не так уж и страшно. Ну, в общем, довольно странно, что вот они вот делают вот такой вот дизайн. Кстати, давайте я вам покажу. Я, по-моему, когда показывала этот кулон, я вам, по-моему, это не продемонстрировала. Собственно говоря, я этого не видела. Заметила только потом. Видите, что здесь тоже вот такая двойная застежка. Очень странно, да? Ну, как бы так вот они делают. Но вернемся к нашему слону. Замечательному слону. Очень прикольный, очень интересный кулон. Конечно, буду его с удовольствием носить. Я обожаю такие вещи. Необычные, странные, интересные. Он прям такой сделан сильно в индийском стиле. Ну, как бы, конечно, естественно, потому что это слоник. И понятно, что в каком же еще стиле его делать. Очень классная штука. Мне очень нравится. Следующий брошь. Не менее интересная и необычная. Ой, тут у меня все запуталось. Все цепи. Давайте я попробую распутать. Выключусь на минуточку. Короче, долго возилась-возилась. Удалось мне немножко раскрутить их. Но, в принципе, можно еще немножко этим как бы заняться. Просто у меня нет времени на это сейчас. Посмотрите, какая интересная двойная брошь. Два барана. Не побоюсь этого слова. Причем, вы видите, что они разные. Я думаю, что идея в том, что это баран мужчина и женщина. Ну, как-то это... Баран и бараниха. Не знаю. Баран мужчина, баран женщина. Вот я сказала, так сказал. Мальчик и девочка. Я не знаю. Ну, вот видите, вот этот вот с рогами. А вот это вот без рогов. То есть, я думаю, что это имеется в виду баран. А это, видимо, его жена. Ну, интересная брошь. Необычная такая сюжетная. Я бы сказала, да. И такая смешная. При этом вот такая вот двойная брошь с цепочкой. Маркировок никаких нету. Не наблюдается. Тоже долго искала. Искала, потому что, знаете, вещь такая необычная. Мне кажется, что такой оригинальный дизайн должен был бы быть маркирован. Потому что, ну, очень оригинальный дизайн. Это не цветочки, не веночки и не букетики. А вот такие вот бараны. Прямо вот бараны, бараны. И то, что эта брошь двойная. И то, что она имеет цепочку соединительную между собой. Очень оригинальная вещь. Необычная. Цепочек здесь довольно много. Я как-то их не считала. Но, в общем, много, короче. Они так все между собой немножко перекрутились. Цепь тоже немножко такая, видите, с насечкой. Поэтому она поблескивает. В общем, неожиданно оригинальная вещь. Конечно, не могла пройти мимо. А я цену... А, я сняла с нее цену. Ну, по-моему, она стоила тоже долларов шесть или что-то такое. Что, в общем, как бы тоже не очень дорого по нынешним ценам нашим. Но просто она очень прикольная и классная. Мне очень нравится. Я люблю такие необычные вещи. Ой, застежка у меня все время здесь расстегивается. Ее надо бы немножко, наверное, поджать. Она как-то вот эта вот все время расстегивается здесь. Ну, вот такие вот морды две. Смешные. Следующее украшение. Это вот такая вот милейшая брошечка с эмалью. Стоила всего лишь 4 доллара. Почему-то так вот дешево они ее оценили. Уж не знаю почему. Хотя брошь явно винтажная. Мне кажется, это ручная роспись. Так мне кажется. Маркировочек никаких в ней нет. Опять же, искала-искала долго, но не нашла. Посмотрите, какая длинная игла. Что явно говорит о, конечно, ее винтажном возрасте. Такая маленькая, небольшая, но очень симпатичная. Я, знаете, сначала подумала, что в ней чего-то не хватает и что-то отломано. Мне почему-то казалось, что вот здесь должно быть какое-то продолжение. Потому что вот эти листики, цветочки и что-то такое еще должно было быть здесь. Видимо, в магазине тоже решили, что в ней что-то отломано и чего-то не хватает. Поэтому оценили ее так дешево. Но, в принципе, вот глядя на эту часть, я вижу, что вроде бы все цело. Все на месте. Хотя нет, по-моему, все нормально, ничего не отломано. Все с ней хорошо. Такая вот маленькая, миленькая, очень-очень винтажная, по-моему. Очень симпатичная, хорошенькая брошечка. Следующая брошь просто шикарная, я считаю. Тоже оценили ее в 5 долларов. Совсем недорого, в принципе, для такой броши. Сейчас я сниму вот эту вот этикетку и покажу вам ее подробнее. Брошь очень красивая, потрясающе красивая. Как бы мне ее так взять, чтобы вы ее видели. Видите, какая красавица. Крупный очень кристалл. Вот в таких вот лапках. Я думаю, что это стеклышко. Ну да, конечно. Немножко здесь на кристалле есть какое-то или повреждение. Вот под определенным углом, если смотреть, как будто царапина какая-то. Но вот здесь, видите, вот здесь. Вот тут вот. Но мне кажется, это надо сильно очень присматриваться и очень сильно постараться, чтобы это увидеть. Это брошь кельтская. Вот если вы посмотрите внимательно, то вот здесь идет вот такой вот мотив, рисунок. Это чертополох, репейник. Это национальный цветок кельтов. И такие броши именно вот в таком варианте, вот с такими мотивами. Это считается такая классическая кельтская брошь. Ее использовали как пряжку или как брошь для застежки кельтского покрывала, кельтских накидок. Я гуглала ее, нашла много похожих. Но именно вот такую точно не нашла. Видите, так вот она выглядит с обратной стороны. И здесь есть какая-то маркировка, которую я очень-очень старалась разобрать, но не смогла разобрать и не смогла прочитать. Что-то очень на мелком написано, очень мелкими буквами какая-то вот такая вот, вот такой вот много-много букв, очень мелко написанных. Застежка обыкновенная. Вот такая вот. Очень-очень красивый камень, такой сиренево-лилового цвета, кабошон. Но вот видите, вот даже здесь вот я так положила, и видно, что он немножко поврежден. Он довольно странный для стекла. Как-то, ну вот, как есть. Все равно это ее не портит. Я думаю, что она все равно очень красиво, прекрасно выглядит. Такая яркая, заметная, крупная вещь. С удовольствием буду ее носить. Вот такое я нашла замечательное, бесподобное, прекрасное колье. Трудно сказать возраст и производителя. Маркировок никаких не нашла. Но я почти что уверена, что оно винтажное. По многим причинам. Давайте я сниму цену, покажу вам. Оценили его 8 долларов. Тоже, видимо, подозреваю, что это какой-то винтаж. Бесподобной красоты, красивые. Такие, даже не знаю, как назвать этот цвет. Лимонные кристаллы. Блестят и переливаются. И вот здесь, на цепочке коньячного цвета кристаллы. Бесподобный цвет, бесподобная форма. Очень красивое колье. Я нашла похожее. Много. От компании Vice. Которые стоят очень дорого. Но точно такого не нашла. Но все, все колье от компании Vice имеют маркировку. Здесь видите вот такой вот интересный, интересный замочек. И тоже никаких, никаких опознавательных знаков нет. И с обратной стороны тоже. Но вот здесь как бы есть несколько уединительных звеньев. И компания Vice отличалась тем, что вот у них всегда тоже на конце висел вот такой вот кристаллик того же цвета, как и колье. Единственное, что в компании Vice маркировку ставили вот именно здесь. Вот здесь вот была такая площадочка, на которой написана была маркировка. А у меня вот нет. Но прям похоже. Прям нашла очень похожее колье. Но то было с маркировкой, а мое без. Но тем не менее. Это не делает его менее красивым, менее винтажным и прекрасным. Бесподобные прекрасные кристаллы блестят, переливаются. Супер. И очень необычный, нестандартный цвет. Вот такой лимонно-желто-зелено-лимонный цвет. Очень красивое колье. Очень. И вот такая вот красавица-брошь. Она у меня еще не помыта, не почищена. Видите, цена была очень дешевая. 3,99, потому что в ней много потерь. Я думаю, поэтому ее так дешево оценили. Очень благородная красавица. Очень в плохом состоянии. Потеряны кристаллы. Я не пойму, в некоторых местах это сход покрытия или просто грязь. Но, безусловно, сход покрытия есть. Вы уж простите меня, что я вам показываю в таком виде, не помытую, не отмытую. Но хотелось вам ее показать. А времени на отмывку и на ремонт нет. Надо будет мне ей заниматься, конечно. Несколько кристаллов потеряно. Наверное, много, видите. Штук 5, наверное. Но они такие прозрачные белые кристаллы. Безусловно, вот здесь вот сход покрытия. Это не грязь. Это брошь компании Коро. Так, вот. Что же я... Как всегда, очень плохо видно маркировка. Но я нашла похожую брошь именно компании Коро. Немножко в других цветах. Я вам сейчас поставлю картинку. Там немножко такие вот белые цветы и голубые. Она немножко по-другому выглядит. Но продают ее довольно дорого. Но она в хорошем состоянии. Не такая, как моя. В ней нету сходов покрытия. Все кристаллики на месте. В общем, если кристаллики можно восстановить, то с покрытием, конечно, проблема. Но, вы знаете, я не могла ее не купить. Во-первых, цена была довольно дешевая. Во-вторых, я подумала, может, как-нибудь что-нибудь я смогу с ней сделать. Дело даже не в том, что она не в идеальном состоянии. То есть, она, конечно, не в идеальном состоянии. Но это вот такая старинная, можно сказать, вещь. Я не могу пройти мимо и не взять ее с собой домой. Даже если я ее не смогу восстановить на 100%. Эмаль не смогу восстановить. Может быть, не смогу отмыть. Не найду кристаллы. Скорее всего, конечно, найду. Но, тем не менее. Не могла я оставить такую вещь, потому что она прекрасна именно своей винтажностью, своим каким-то оригинальным дизайном. Очень лаконичная, но в то же время очень красивая. Не знаю, такие вещи, она такая, знаете, тяжелая, большая брошь. Такие вещи, они как бы прекрасны. Даже не тем, как они сохранились. Хотя, конечно, в принципе, именно сохранность важна в винтажных вещах. Но даже если они не очень хорошо сохранились, я все равно как бы отношусь к ним с определенным почтением. Потому что вот такие вещи редко встречаются уже на просторах наших секондов. Действительно винтажные, действительно маркированные вещи. И, конечно, я не могла ее не купить. Хотя, даже если не будет она восстановлена полностью, но все равно как бы это мое почтение вот ее возрасту, красоте и красивому мне обыкновенному дизайну. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. Вот такие вот у нас сегодня были украшения. Я надеюсь, что вам понравилось все, что я вам показывала. Я надеюсь, что вы останетесь со мной на моем канале. И будете смотреть мои видео про украшения, про примерки, про обзоры магазинов. У меня не только украшения на канале, а также магазины. Я показываю страну, в которой я живу. Я живу в Канаде. Наверное, я забыла об этом убернуть в начале видео. Сегодня все. Люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Пока-пока-бай. С вами был Игорь Негода.